Сарга восьмая. Ответ – Дашарадхи. Валмике сказал, выслушав речь Вишвамитра, лучший из царей некоторое время оставался неподвижным, а потом умоляюще заговорил. Дашарадха сказал, латасаокому рами еще нет и шестнадцати. Мне кажется, он еще не готов к битве с демонами-ракшасами. Под моей властью огромная армия, о мудрый, и с ней я вступаю в сражение с этими чудовищами, питающимися мясом. Моя армия состоит из прекрасных героев и отчаянных воинов, изучивших науку ведения битв. Я сам с луком в руке поведу их вперед в бой. С ними я готов противостоять войскам самого великого Индры, как лев сражается против взбесившихся слонов. Рама еще совсем мальчик и не знает сильных и слабых сторон войны. Он не понимает ничего в битвах и ратных силах. Он не видел сражений, кроме развлекательных баталий в этом дворце. Он не знает оружия и не имеет опыта в схватках. Не обучен секретам стрельбы из лука и не знает, как драться с многочисленными врагами на поле боя. Он ведает лишь как прогуливаться в городских садах и цветущих рощах, как бродить по лесам и паркам среди цветов и деревьев. Он умеет только развлекаться с братьями в наших дворцовых садах, усыпанных цветами. Более того, о Брахман, сейчас он, к моему несчастью, крайне исхудал и побледнел, как озеро лотосов под снегом. Рама ничего не ест и не выходит из покоев. Он полон печали и все время сидит, ничего не делая. Из-за этого, о лучший из мудрых, я и мои жены и мои слуги сами опечалились и ослабли, подобно осеннему облаку. Как я могу отпустить с тобой для сражения с ночными демонами своего сына, совсем ребенка, в таком удрученном состоянии? О мудрый садху! Любовь к сыну превыше удовольствия от близости молодых красавиц, превыше наслаждений нектаром или власти над страной. Без сомнения, даже мудрые в трех мирах идут на великие страдания и исполняют тяжелейшие аскезы из любви к своим детям. Люди легко могут расстаться с жизнью, богатством и женами, но не с сыном. О, леопард среди мудрых! Ибо такова природа людей. Ракшасы жестоки и искушены в боях и обманах. Для меня невыносима сама мысль о том, что Рама должен биться с ними. Я не могу жить в разлуке с Рамой даже мгновение. Если ты хочешь, чтобы я жил, ты не должен забирать Раму. О, Каушико! Девять тысяч лет я желал потомства, и с великими сложностями были даны мне эти четыре сына. Из них Лотоса Оки Рама самый бесценный. Трое других не могут без него жить. Если ты заберешь у меня Раму для битвы с демонами, то знай, что без этого сына я тут же умру. Из четырех сыновей он мне дорог больше всех. Поэтому молю, не требуя от меня Раму самого старшего и добродетельного. Если ты хочешь одолеть ночных чудовищ, о Муни, то возьми меня со всем моей сильнейшей армией, со слонами, конницей, военными колесницами и воинами. Опиши мне яснее этих демонов, какова их сила, кто их породил, сколько их, каких они размеров. Скажи мне, о Брахман, как Рама, мои сыновья, или я сам можем победить этих злобных демонов в искусных битвах. Поведай мне все, об Хагаван. Объясни. Как можно устоять в великом сражении против этих ужасных ракшасов, злобных и невероятно сильных? Более других известен могущественный демон по имени Раванна, брат самого Куберы и сын мудреца Вишраваса. Если этот злодей мешает тебе в жертвоприношениях, тогда, увы, у нас нет сил противостоять ему в битве. Время от времени, о мудрый, некоторым существам даруются сила, богатство и везение. Но со временем это все исчезает. В наши дни мы не способны устоять перед врагами, подобными Раванне. Без сомнения, такова судьба. Потому, о знающий Дхарму, будь милостив к моему сыну, ибо для меня, несчастного, ты, сам великий Господь. Ни боги, ни демоны, ни Гандхарвы, ни Ягшасы, ни птицы, ни змеи. Никто не способен победить Раванну. Как же с ним может сражаться человек? Равана одолел в битве даже могучего Индру. Я не могу биться с ним, и тем более, его не могут победить дети. Воистину, время делает даже здорового человека беспомощным. Хотя я рожден в великой династии Ракху, я старею и становлюсь слабым и ничтожным. И даже если это известный демон Лавана, сын Матху, мешает тебе в жертвоприношениях, о, Брахман, я не могу отпустить своего сына. Даже если это подобное солнце, сыновья Сунды и Уппа-Сунды, оскверняют твои обряды, то и тогда я не отдам тебе своего сына, о, Брахман. Если ты лишишь меня Рамы, я умру, ибо я не вижу никакого иного пути. Так тихо сказал лучший из Ракху, предавшись беспокойству, в ожидании ответа мудрого, волнуясь, как волна в океане. Такова Сарга Восьмая. Ответ Дашарадхи, книги первой о разочаровании, Маха Рамаянны, Шри Васиштхи, ведущие к освобождению, записаны в Валнике.